Именно после обжарки это блюдо приобретает особенный завершенный вкус. Процесс приготовления легкий, не требует большого опыта и каких-то изысканных приправ. Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Александр. И я, Марина Чернова. Готовим рататуй. Не по классике. Итак, канал с дедом за обедом. Нестандартный рататуй. Оставайтесь с нами. В состав рецепта входит фарш, лук, яйцо, баклажан, кабачок, болгарский перец, картофель, томатный кетчуп, сахар, растительное масло по вкусу, соль, черный перец, прованские травы, зелень для украшения. Подготовить все ингредиенты. Кабачок и картошку почистить и нарезать кружочками толщиной 1 см. Баклажан не чистить. Нарезать также на кружочки толщиной 1 см. Болгарский перец разрезать пополам. Очистить от семян. Нарезать на кусочки, похожие на квадратики. Лук натереть на крупной терке. Можно пропустить через мясорубку. Но я заэкономил времени и сил на кухне. В глубокую чашу выложить фарш. У меня говяжий. Но можно использовать любой. Добавить лук. Яйцо. Щепотку соли. И черный перец. Хорошо перемешать удобным для вас способом. Глаза щипет. Процесс пошел. Затем отбить несколько раз об чашу. Так котлеты из фарша будут более нежными. Сформировать на небольшие круглые котлеты из этого количества фарша получается примерно 12 котлет. Сразу выкладываю в разогретую сковородку с растительным маслом заготовки. Слегка обжариваю с двух сторон до корочки и чтобы держали форму при запекании. Для удобства и скорейшего приготовления я буду использовать сковородку гриль. Сначала выкладываю баклажаны. Баклажаны впитывают в себя растительное масло как губка. Поэтому, чтобы они не сгорели, добавлю пару столовых ложек в сковородку гриль. Затем кабачки. Все овощи обжариваю до золотистого цвета с двух сторон на среднем огне. По очередности выкладываю картофель. Затем болгарский перец. По необходимости можно добавлять растительное масло. Котлеты и овощи подготовили. Переходим к формированию рататуя. Выложим в жиропрочную форму кружочки картофеля, котлету, баклажан, кабачок и перец. Затем опять кружочек картофеля, котлету, баклажан, кабачок и перец. У меня получилось три вида. У вас все поместится в форму. На этом этапе можно поставить духовку на разогрев на 200 градусов. В объем теплой воды 200-250 миллилитров всыпать пол чайной ложки сахара. Затем томатный кетчуп или соус. Приправы. У меня это базилик, тимьян и черный перец. Соль по вкусу и хорошо перемешать. Залить это смесью рататой. Форму закрыть фольгой и отправить в разогретую духовку при температуре 200 градусов на 15 минут. Через 15 минут фольгу убрать и готовить еще 15-20 минут в зависимости от вашей формы и духовки. Всегда ориентируйтесь по своей духовке и по толщине нарезанных вами овощей. При подаче украсить нарезанной зеленью по вашему вкусу. Рататуй с овощами и мясными котлетами готов. Именно после обжарки это блюдо приобретает особенный завершенный вкус. Процесс приготовления легкий, не требует большого опыта и каких-то изысканных приправ. Рекомендую от души. Кто будет готовить, пишите в комментариях. Надеюсь, рецепт был полезен. Приятного вам аппетита! Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А я желаю вам хорошего настроения, приятного аппетита и до скорых встреч. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова